Доброго вечера, мы из Украины. Мене звати Рауль и вы дивитесь специальный проект, який называется «Украина в огне». Наш сегодняшний выпуск мы начнем с международных новостей. Здесь с большим отрывом лидирует Папа Римский. Пиарщики и маркетолога Ватикана давно придумали гениальную идею – крестный ход. Он символизирует путь Иисуса Христа на Голгофу перед распятием. В этот раз украинка Ирина и ее подруга, россиянка Альбина, несли крест, а на одной из остановок должны были даже зачитать совместный текст. Видимо, что-то из раннего Жириновского или позднего Соловьева. Про примирение младшей сестры со старшей, отказ от НАТО и немного про ядерную пыль, если США не угомонятся. Шикарная идея. Уверен, она могла родиться только в результате победы бухгалтерии Ватикана над здравым смыслом и пиар-отделом. Он, разумеется, был набран по объявлениям в южных регионах Италии. Если вы понимаете, о чем я. Почему я и большинство украинцев считаем, что это плохая идея? Все просто. Даже если вы читали детскую Библию, там четко написано – без покаяния нет прощения. Почему крест несла украинка вместе с россиянкой? В чем она виновата? Ее не изнасиловали в Буче, она не погибла в Мариуполе, ей не оторвало ноги в Харькове, не посекло осколками в Чернигове. В чем ее вина? И почему она должна нести крест вместе со своей убийцей? Потому что Альбина в данном перформансе не подруга Ирины, хотя они работают в Италии вместе уже 20 лет. Нет, Альбина – это олицетворение всего народа Российской Федерации. А он не раскаялся, и каждый час, и каждый день убивает украинцев на их земле. Еще раз повторю – не покаялся, а продолжает убивать. Должен признаться, я всегда считал, что католицизм более эффективен, чем православие. И мои доводы просты. Назовите хотя бы одну процветающую православную страну. Не богатую с нищим народом, а процветающую. Я такой не знаю. Если я не прав, напишите в комментариях, что же это за страна, что я упустил. Покажите хотя бы одно православное действие, где на понятном и доступном языке объясняется, что сейчас происходит в храме. Кругом одно камлание и попытки удивить прихожан богатством одежд и псевдомистицизмом. У католиков все понятнее. Люди молятся, священник цитирует Святое Писание и на доступном языке объясняет, что имел в виду Господь или святые. С другой стороны, все мы помним сотрудничество Ватикана с Гитлером и бесконечные скандалы с педофилией и гомосексуализмом. О средних веках я вообще не вспоминаю, потому что тогда Ватикан с легкостью конкурировал с такими городами, как Содом и Гамор. В общем, ближе к марту 2022 года я все больше убеждаюсь, что обе церкви – это классическая аксиома Эскобара. Загуглите, не поленитесь, вам будет интересно. С точки зрения пиара было очевидно, что бухгалтерия была обязана потратить на проект миллионов сто, а может и двести. Вполне себе пассивный бюджет, который отобьется в первые часы пасхальных праздников только на плащанице Иисуса Христа размером 2 гектара, и я уже не вспоминаю о гвоздях из рук Иисуса, том так на 200. Что бы сделал я? Например, Папа Римский приезжает в Украину и вместе с Альбиной и Крестом отправляются под Мариуполь. Франциску бояться нечего, он знаком с Путиным и даже вручил ему медаль с цитатой «Ничто не теряется с миром, все можно потерять с войной». Ну, тогда, видимо, Франциск думал, что Путин это русский макеавели. Короче, Франциск с Альбиной входят в Мариуполь. Над ними летят белые голуби из украинских биолабораторий и прикрывают Папу от ракетного, артиллерийского и минометного огня. Альбина и Франциск идут и не замечают трупов мирных жителей на улицах города. Понтифику понятно, что ради безопасности и процветания России трупный запах можно перетерпеть. Я не оговорился. Безопасности и процветания России. Постепенно Папу Римского начинает окружать толпа солдат с отметками Кайна на лбу. Но сейчас не до ветхозаветных сказок. Нефть и газ в Италии дорожают. Поток туристов из России сяк. Вилла Медведева под угрозой. Марины. Итальянские марины скучают без яхт российских олигархов. Модные дома Милана. Без модных телок из Рязани могут финито ля комедия. А дом Джузеппе из Сицилии это не одобрит. И где-то на этом месте толпа солдат должна была бы сомкнуться вокруг франциски и Альбины. Первого, скорее всего, бы пытали. А с Альбиной приключилась бы неприятность, которую добрая российская жена советовала делать своему мужу с каждой украинкой. Я знаю, что эти рекомендации отец Францис не одобрил бы, потому что женщина советовала предохраняться. А секс, он же в первую очередь сделан не для удовольствия, а для зачатия детей. Для тех, кто не в теме, повторяем перехват СБУ, потому что об этом должен знать весь мир. И даже украинка Ирина, подруга Альбины, хотя вроде бы оказалось, что Ирина Молдаванка, что абсолютно сути не меняет. Это же вопрос символов. Так, ты давай там украинских баб насилуй, да. Мне ничего не говори, понятно? Я сегодня убедиться. А ты ничего не говоришь? Да, что ты ничего не знал. А что? Можно, да? Да, разрешаю. Только предохраняйся. Хорошо. Так вот, чтобы этого не произошло, нашему проекту и нужны 200 миллионов долларов. Потому что если перед Франциском идет Альбина с крестом, то за ним едет огромная колонна бортовых грузовиков с бэушной техникой из Италии. Стиралки, холодильники, кофемашины, фены, пылесосы и мультиварки. Грузовики с техникой перемежаются харчевнями на колесах, где с лопат подают пиццу, блины и равиоли размером с пельмень. Колонну замыкает спецтранспорт с симпатичными, отмытыми и нарядно одетыми осликами для кадыровцев. Пока народ Бурундук сметает бытовую технику, ополчение Бамбаса рубает равиоли, а кадыровцы заигрывают с осликами, Папа Римский произносит короткую речь о мире, о примирении двух братских народов и раздает всем присутствующим мобильные телефоны. Через минуту всем звонит Мануэль Макрон и говорит до тех пор, пока из города не вывезут оставшихся в живых мирных жителей и Альбину, которую перепутали с украинкой. Бывают, они же сестры. После чего на глазах у изумленного воинства Папу Римского отправляют по Wi-Fi обратно в Ватикан. Илон Маск самодовольно улыбается, новые возможности Старлинка теперь очевидны для всех. Бред, скажете вы. Я отвечу. Не меньше, чем рассказывать про примирение и братские народы, а также про то, что украинских беженцев встречают в Европе гораздо более приветливо, чем беженцев другой расы, другой культуры, другой веры. Для Франциска это странно, он видит в этом расизм. Я же вижу добрые отношения соседей, которые нас знают, которые нас любят, с которыми у нас один культурный код и практически одна вера. Мы веками живем рядом друг с другом. И разумеется, мы ближе полякам, чем сирийцы. Но не по причине расизма. Мы, сука, просто ближе полякам. Мы часть Европы. Так что, уважаемый Папа Римский, вы слишком рано выдали индульгенцию убийцам. Да еще и бесплатно. Но если вдруг вы по-прежнему считаете, что все нормально, украинцы уже предложили прекрасную библейскую тему на следующий крестный ход. Понтий и Пилат вместе с Иисусом несут крест. На каждой остановке Понтий рассказывает Иисусу про то, что Иисус не прав, что все это геополитика. И если бы Понтий первым не распял Иисуса, то через 4 часа дальше вы сами знаете что. Есть и хорошие новости, но они не касаются Папы Римского. Германия выделила 2 миллиарда евро на вооружение. Большая часть оружия предназначена для Украины. Финляндия и Швеция идут в НАТО. Главный вопрос, синхронизируют ли они свои действия или будут вступать по отдельности. На угрозы РФ Финляндия ответила, что уже слышала и через месяц-полтора готова их выслушать уже в статусе члена НАТО. Кстати, как только россияне узнали, что Финляндия засобиралась в НАТО, она тут же вывела немного ржавых танков на границу с Финляндией для того, чтобы вот этим всем побряться. Знаете, что сделали финны? Правильно. Они вывели на границу колонну тракторов. Это очень смешно. Это супер троллинг. Информация для Российской Федерации. Финляндия не только умеет слышать, у нее также все отлично со зрением. На данный момент это уже не боязнь армии РФ, а брезгливость. Утилизация подбитой техники и живой силы противника может нанести большой урон экологии страны. Финнам и шведам это, разумеется, ни к чему. Но американский аналитик Барри МакКефри был еще более категоричен. По его мнению, Россия уже не является серьезной угрозой для стран НАТО. Самые боеспособные силы Российской Федерации уничтожены в Украине. Армия обескровлена и стратегически Россия уже проиграла войну не только в Украине. От себя добавлю, это не означает, что враг не захватит Мариуполь и Донбасс. Но с каждым месяцем Украина будет наращивать военный потенциал, закрывать небо от ракет и возрождать свою экономику. Россия нет. А теперь давайте про новости РФ и настоящий первосортный бред. Я даже не буду это комментировать, а просто соединю ролики верной последовательности, для того, чтобы вы поняли, что там происходит. Я просто, наши войска сегодня нанесли удар по центру принятия кокаина. Я в бешенстве от того, что произошло с флагманом Черноморского флота Москвы. Я просто в бешенстве. И когда мы говорим, что да, ему было много лет, да. Да, он прошел ремонт, да. Да, у этой серии кораблей действительно есть уязвимые места, родовые травмы. Я все понимаю. Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Если Зеленский погибнет во время этой бомбежки, туда и мой дорогой, но тогда не с кем будет разговаривать, а я уже сказал, разговаривать там не с кем. Президент правильно поступил, что начал войну на Украине, чтобы защитить Дарину, Дину, Софу. А от нас, нас же много, может правильно уже заступился за своих. Как вы думаете? Кто из вас за то, что правильно то, что мы сейчас в войну не идет война? Кто согласен с этим? Только честно. Раз, два, три. Марат, ты что, воздержался или согласен? Самое печальное, конечно, в конце в ролике с детьми. Боев в пустых кварталах Мариуполя, где уже дней 10 нет украинских войск. Там вообще никого нет. Непонятно, куда они стреляют, но при этом этот снайпер едва не валится с ног. Я считаю, что тут прекрасно все, но до настоящего шедевра не дотягивает. И здесь осталось понять, как это развидеть и зачем это снимали. Короче, в палате номер 6 без особых улучшений. На этом все. Вы знаете, что Российская Федерация будет сруйнована. Вы смотрели проект «Украина в огне». Слава Украине! До свидания. Как в народе говорят, до свидос. Мы будем устраивать свою жизнь сами.